Морской леопард Одним из самых опасных, сильных и свирепых хищников Антарктики является морской леопард. Морской леопард – крупный вид тюлени, обитающий у побережья Антарктиды. Своё название морской леопард получил благодаря пятнистой шкуре, которая чем-то похожа на шкуру, которую носит кошка леопард. Своей внешностью морской леопард не похож на стальных тюленей. Одно из самых главных отличий – это его длинное, тонкое, изящное тело чем-то, напоминающее змеиное. Голова несколько приплюснутой формы, как у ящериц, пасть имеет два ряда мощных зубов, с клыками. Основное место скопления этих тюленей – приполярная Антарктика. Здесь они играют роль главного хищника, подобно львам в Африке. Они, наряду с косатками, наводят страх и ужас на всех тюленей и пингвинов. У морских леопардов самки крупнее самцов. Длина самки может достигать 4 метров, при этом весит она до 400 килограммов. Самцы морского леопарда не превышают 3 метров и весят до 270 килограмм. Самый крупный и известный морской леопард – это самка длиной 4,5 метра и весом 600 килограмм. Один из самых крупных представителей семейства настоящих тюленей, своими размерами и весом уступает лишь самцам южного морского слона. Профиль морского леопарда напоминает доисторическое животное – маленькая голова, похожая на змеиную, длинная шея, обтекаемое большое тело. Мех морских леопардов плотный и короткий. В верхней части окрас тела, темно-серый, становится светлее к брюху. Темные пятна, определившие его название, можно обнаружить по всему телу, но больше всего их на боках и животе. Клыки морского леопарда острые и достигают 2,5 сантиметров, ушных раковин нет. Перед ней плавники достаточно длинные, с их помощью животное тормозит при движении воде или меняет направление. А задними ластами отталкивается от воды, не взирая на большие размеры и обитание в холодных антарктических водах. Морской леопард имеет относительно небольшую жировую прослойку, значительно меньшую, чем у других тюленей. Это вынуждает его вести подвижный образ жизни, развивать в воде высокую скорость. Догоняя добычу леопард способен развить скорость до 40 км в час. Из-за обтекаемой формы тела этот тюлень напоминает торпеду, что способствует передвижению с большой скоростью. Отличительной особенностью морского леопарда является и то, что он не устраивает коллективных лежбищ, а предпочитает гордое и одиночество. Только молодежь до достижения половой зрелости объединяется в небольшие группы, по 5-6 зверей. Спаривание происходит в летние месяцы прямо в воде. Никаких предварительных брачных игр и ухаживаний у морских леопардов не бывает. То есть зверь напрочь лишен романтизма и всю жизнь следует только рациональному расчету. В полярном регионе этот хищник является доминирующим, наравне с касаткой. Рацион питания морских леопардов разнообразен, головоногие моллюски, рыба, ракообразные, птицы, тюлени других видов. Но основную долю питания данного вида составляют пингвины. На крупных лостоногих морской леопард нападать не решается, но на их детенышей и молодняк охотятся часто. Бывают случаи, что эти хищники нападают на молодых особей морских слонов, в то время как со взрослыми морскими слонами валяются обычно на прибрежных камнях. Эти свирепые хищники нападают даже на людей. Это бывает, если человек неосторожно окажется близко к ромке льда. Обычно они выпрыгивают из воды и хватают людей за ноги. Это объясняется тем, что в воде они нечетко видят тот объект, на который собираются напасть и принимают его затюление или пингвина. При большой скорости плавания морской леопард великолепно прыгает. Тактика этого животного при охоте такова – внезапно выпрыгнуть из воды и схватить зазевавшуюся жертву, неосмотрительно находящуюся возле кромки льда. Строение зубов тюленей может многое рассказать о том, как они охотятся. Их клыки и висцы приспособлены для того, чтобы ловить и разрывать добычу на куски. Задние коренные зубы с острыми краями, чтобы удерживать и измельчать пищу, а также отцеживать криль. Морские леопарды заплывают далеко на север, вплоть до побережья Австралия, Южной Америки и Южной Африки. Но основное место скопления этих животных – приполярная Антарктика. Осенью морские леопарды становятся более агрессивными, чаще подходят к берегу, где в воде находят жирных морских котиков и молодых неопытных пингвинов. Леопард убивает животных ради жира. Пингвины очень поворотливы и маневрен в воде и имеют много преимуществ перед огромными морскими леопардами. Поэтому охота на взрослого опытного пингвина успеха не принесет, предметом охоты хищника становятся птенцы. Леопард подкроуливает жертву на мелководье или прячется за айсбергом. Если пингвины чумят врага, то не торопятся прыгать в воду. В этом случае леопард сам выкатывается на берег, но на суше он очень неуключен и поворотлив. Ловкие маневрены он только в воде. Птицы, отступив на пару шагов от воды, становятся для него недоступны. А вот в воде птица попавшая, зубы хищнику обречена. Порой морской леопард может поиграть с раненым пингвином, подбрасывает его в воздух, топит. После этого он раздирает птицу, снимает кожу с перьями. Хищник зажимает зубами тельца и мотает головой в разные стороны, до тех пор пока шкура не слезет, и он не доберется до желанного жира. На этом охота не заканчивается, хищник выбирает себе следующую жертву. Отмечались единичные случаи нападения морского леопардового человека. Однако арктические дайверы часто встречаются с ними под водой и даже производят киносъемку, и, невзирая на внушительные клыки и мощную пасть, морские леопарды скорее проявляют любопытство и желание познакомиться. Морской леопард обитает в единственном месте на планете, Антарктиде. Всего в Южном океане на данный момент насчитывается порядка 400 тысяч особей морского леопарда. Популяции этого вида животного в данный момент ничего не угрожает. Морской леопард никогда не подвергался массовому промыслу, и численность этих животных достаточно высока.